Дамы и господа, встречайте! Новая Mazda 6 2018 модельного года! В данном видеоролике мы обсудим все изменения как по внешней части, так и по внутренней части и обязательно коснемся изменений и доработки в технической зоне автомобиля. В этом видеоролике я остаюсь за кадром, ведь все внимание должно быть приковано непосредственно к автомобилю. Вся информация собрана из открытых источников. Я благодарю всех журналистов, которые поприсутствовали, и за возможность воспользоваться их кадрами. Задача видеоролика озвучить вам все значимые изменения в автомобиле и провести легкую независимую аналитику, что же будет ждать автомобиль на российском рынке. Напоминаю всем, что я сам являюсь владельцем Mazda 6 2015 года, и поэтому про автомобиль могу говорить объективно. Я не буду размазывать кашу по тарелке. Досмотрите видеоролик до конца, после чего я приглашаю каждого в комментарии, где вы сможете высказать ваше мнение. Является ли автомобиль новым, или же это глубокий рестайлинг с доработкой многих ошибок, на которые жаловались мы с вами, владельцем Mazda 6. В передней части автомобиля изменения коснулись оптики. Она получила немного другой дизайн. Все также остается диодной, с возможностью автоматического переключения ближнего света на дальней и следованию за рулем. Значимые изменения коснулись решетки радиатора. Многим она напоминает кончугу. Также она перетекает в плавную подводку фар головного света. Новый рисунок колесных дисков, они все также остаются 19-ми в топовой версии. Новый передний бампер, в котором не замечено диодных противотуманных фонарей. Задние диодные фонари также получили новый рисунок, и их соединяет хромированная накладка на крышке багажника. Обратите внимание на патрубки выхлопной системы, они стали визуально немного больше в диаметре. Внутри автомобиля нас встречает измененный интерьер с новыми отделочными материалами более высокого качества. Тем самым Мазда делает шаг в сторону премиум сегмента. В отделке мы получим матовые японские яси и вставки на передней панели дверях из Заншо. Более дорогие комплектации будут оснащаться сидениями с вентиляцией и четырьмя камерами кругового обзора. Передние кресла стали шире, они обшиваются перфорированной кожей Nappa. Хотя с 2016 года комплектации Executive уже получили эту возможность. Дисплей вырос с 7 до 8 дюймов и получил более высокую детализацию изображения. Руль, блок климат-контроля и шайба управления мультимедийной системой тоже выполнены из более качественных материалов. Но вот селектор переключений передач и кнопка выбора спортивного режима остались нетронутыми. И конечно же шумоизоляция. Она улучшена по принципу нынешних CX-5 и CX-9. Весь набор изменений будет доступен в топовой версии, цена которого приблизится к 2 миллионам и даже возможно перешагнет эту отметку. Топовая версия получит полноценный цветной дисплей на лобовом стекле, а также электронную приборную панель. На автомобиле будет установлен турбированный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, отдача которого в штатах достигается по 254 лошадиной силы и 420 крутящего момента. Точно такой же двигатель сейчас установлен на Mazda CX-9, поэтому нам стоит ожидать крутящего момента порядка 350 ньютон-метров и 231 силы. Инженеры оптимизировали данный силовой агрегат и снизили потери на трене, установив систему отключения половины цилиндров на скорости от 40 до 80 км в час. Двигатель все так же работает шестиступенчатой автоматической коробкой передач, но и она претерпела изменения, получив маятниковый демпфер крутильных колебаний. Таким образом разгон до первой сотни стоит ожидать в районе шести секунд. Изменения коснулись и геометрии подвески, усилили точки крепления задних продольных рычагов, перенастроили пружины и амортизаторы на более комфортный ход и жестко закрепили рулевой механизм на подрамнике. По заявлению самого производителя, все изменения, связанные с подвеской, не повлекут к потере драйверских ощущений от управления автомобилем на большой скорости. Таким образом, в городе автомобиль станет мягче и комфортнее, но на большой скорости и при резких перестроениях он все так же будет оставаться драйвовым, за что мы и любим Мазду. И вот это, пожалуй, самые значимые и видимые изменения, которые коснулись автомобиля. Он также получил активный круиз-контроль, противотуманные фары переехали в блок головного освещения. Но это не та Мазда, которую мы с вами ждали на протяжении трех лет. Согласитесь, тот концепт, который вы сейчас видите на экране, был бы просто бомба. Других слов сюда не подобрать. Это действительно было бы что-то новое, что-то более свежее и агрессивное. То, чего мы так любим. Именно мы в России. И вот я, как владелец Мазды 6, с уверенностью вам могу сказать, если бы Мазда представила вот этот автомобиль на прошедшем автошоу в Лос-Анджелесе, я был бы одним из первых, кто выстроил себе в очередь на покупку этого экземпляра. На мой взгляд, новая Мазда стала немного старше. Она стала выглядеть более представительной. Она пытается залезть в премиум сегмент. Присаживаясь в автомобиль, нас будут встречать различные опции, дорогие опции. Но все равно это будет Мазда. Мое мнение, делать из Мазды 6 автомобиль, который будет конкурировать с сегментом из немецкой тройки, не совсем правильно. Намного логичнее было бы завести новую модель. Ну, допустим, Мазда 7 или Мазда 8. Оставьте нам шестерку, которую мы хотим видеть. А мы хотим видеть молодежный, современный, драйверский автомобиль, в котором каждый элемент будет говорить о том, что за рулем сидит молодой парень, который добился некого успеха в жизни. На презентации в Лос-Анджелесе также была анонсирована версия Мазда 6 Купе. Ну, посмотрите на нее. Вот это действительно что-то новое. Это действительно современный, мощный автомобиль. Его хочется иметь. Его хочется видеть на 2,5 литрах с турбо и задним приводом. Получим ли мы, жители России, эти автомобили? Теперь остается ждать только 2020 года. Уверен, многие владельцы и фанаты марки сейчас находятся в легком недоумении. Ведь мы ожидали с вами именно концепта. Тем не менее, находятся и те, кому автомобиль уже пришелся по вкусу. Что же думаете вы по автомобилю? Я вас приглашаю в комментарии к открытым обсуждениям. Высказывайте ваше мнение. Пишите, что вам понравилось в автомобиле и что вам не понравилось. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам хоть как-то понравилось. У меня на этом все. Всем до новых встреч. Пока-пока.